Добрый день, друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас уже вторник, 18 апреля 2023 года. Новости у нас будут такие. Граждане Российской Федерации, которым надо переоформить вид ВНЖ, вид на жительство в Латвии, вот-вот получат письма. Сегодня или же завтра живущие в Латвии граждане Российской Федерации, бывшие граждане и неграждане Латвийской Республики, получат письма о том, что надо сделать для получения нового постоянного вида на жительство. Произойдет это только сейчас, так как раньше у управления по делам гражданства иммиграции УДГМ, ПМЛП, не было для этого денег. Но слушайте внимательно, друзья. При этом, как пояснила глава УДГМ Майра Розы, передачи тычика на рус.лсм.лв, письма – это только проявление доброй воли, а не обязанность ведомства. Далее, слушайте. Мы могли начать процедуру только тогда, это говорит она, когда получили бюджетное финансирование. Поэтому сейчас эти письма были распечатаны, и завтра, сегодня или завтра, адресаты получат их по задекларированному месту жительства, ответила Майра Розы на вопрос ведущего о том, почему по состоянию на 17 апреля соответствующие письма, ну на вчерашний день еще, письма не были разосланы. Хотя тысячам бывших граждан и неграждан Латвийской Республики с паспортами Российской Федерации в ближайшие месяцы надо пройти процедуру, чтобы переоформить постоянный вид на жительство. Она пояснила также, письмо, которое в ближайшие дни получат эти люди, содержит информацию о том, что нужно сделать до 1 сентября. Какие документы подать? На какой счет перевести пошлину за рассмотрение документов? Что надо приложить? Копию паспорта, документ, о сданном экзамены по госязыку, если человек не старше 75 лет и другие. И это гостья ТЧК специально выделило, что все документы должны попасть в УДГМ до 1 сентября. Поэтому не надо тянуть с их подачи. Также она подчеркнула, подать документы можно только физическим письмом или в электронном виде. А прийти в отделение УДГМ и принести их нельзя. Давайте, друзья, я еще повторю. Также Роза подчеркнула, подать документы можно только физическим письмом или в электронном виде. А прийти в отделение, вот прийти в отделение самим, да, УДГМ, и принести их нельзя. Так как в результате ковидных изменений, порядки работы, документы, а очно, не принимаются. Это еще с тех пор это все идет, такой порядок. Очно документы не принимаются, повторяю. Если же до 1 сентября документы от конкретного человека не поступят, ему придется до 2 декабря покинуть страну. Давайте я еще раз повторю, друзья. Извините. Я вас прекрасно понимаю, друзья. Кто сейчас в этой ситуации, очень прекрасно понимаю, потому что мы частенько встречаемся с такими людьми, которым нужно, бывшие граждане и неграждане Латвии, которые приняли гражданство России, и их коснулся вот этот вот принятый закон. В предыдущем Сеймом, а сейчас вот это все расхлебывается. Я очень вас прекрасно понимаю, друзья. Ну, просто могу сказать только, что я сочувствую. Но поймите правильно. И слушайте внимательно, друзья, пожалуйста, послушайте внимательно. Если же до 1 сентября документы от конкретного человека, вот кому нужно это, не поступят, ему придется до 2 декабря покинуть страну. Но все равно слушайте далее. Внимательно. И это обычный порядок в соответствии с нормативами. Если вид на жительство аннулируется, обычно дается время, чтобы человек мог выехать. для временного вида на жительство более короткий срок, при постоянном до 90 дней. В данном случае мы указываем 90 дней. Это максимальный срок, сказала глава учреждения. Далее. Но, но, если раньше предполагалось, что для того, чтобы гарантированно успеть все сделать к 1 сентября, надо записаться на экзамен по латышскому языку до 24 марта. А УДГМ рассылает письма только в середине апреля. Не станет ли это поводом для исков против учреждения? Отвечает она. Нет, потому что принятие закона не означает, что человеку надо обязательно отправлять какое-то письмо. Это добрая воля, продолжает она. Это добрая воля и только. Вам же не присылают домой письмо о каждом изменении в законе? Нет. Это просто добрая воля, повторила она. Ответила Майера Роза. Она подчеркнула, что запрос на бюджетное финансирование рассылки был сделан по инициативе УДГМ. Потому что в ведомстве сочли разумным и правильным отправить эту важную информацию каждому индивидуально. Но, по ее словам, это лишь один из каналов информирования. Мы говорили и на радио, и на телевидении, сообщали у себя на сайте. Люди в основном нас услышали. Очень многие нам звонят, пишут письма и по электронной почте, интересуются, распространяется это на них или нет. Мы отвечаем. Сотни людей уже получили ответы по своей ситуации и какие документы им необходимо подать. есть много каналов, по которым люди получают эту информацию. А это письмо как дополнение. Ну, вот это вот, которое сейчас письма, вот сегодня, завтра вы получите. И это как дополнение будет. Ну, это они уже добровольно сами. Был бы бюджет в прошлом году, письма были бы раньше. Не было денег у них. Ну, еще раз повторяю, они, видите, они это сами, добровольно. Ну, это не их обязанность была этих информировать и так далее и тому подобное. 16 августа 2022 года Кабинет Министров решил, что временные виды на жительство в Латвии гражданам Российской Федерации будут продлеваться лишь в исключительных случаях. А постоянный вид на жительство они смогут получить только сдав экзамен по государственному языку. В октябре УДГМ предупредила, это в прошлом году, что постоянные виды на жительство граждан Российской Федерации, бывших граждан либо не граждан Латвии, станут в сентябре этого 2023 года недействительными. Ранее РУС ЛСМ ЛВ пояснял, в каких случаях сдавать экзамен не нужно. Глава парламентской комиссии Сейма по гражданству миграции и сплочению общества Ингмар Лидека выразил надежду, что до выдворения не сдавших экзамен, слушайте внимательно, из страны, выдворения из страны, дело не дойдет. Но посоветовал в кавычках готовиться к плохому. он также просил граждан Российской Федерации, которые касаются эти изменения, все-таки сделать шаг навстречу государству и пройти языковой экзамен, заявить о желании претендент сможет в июне. языковые экзамены уже начались и РУС ЛСМ ЛВ уже рассказывал, как к ним можно подготовиться. Я тоже неоднократно уже делал новости на эту тему. На этом, друзья, я надеюсь, что вы послушали внимательно мое высказывание и эту новость. заканчиваю свои новости. Прошу всех, поставьте лайк под этом видео, подпишитесь на наш канал, напишите какой-нибудь комментарий, поделитесь с друзьями в социальных сетях. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До следующих видео новостей. Всем спасибо. Еще раз повторяю от меня лично, конечно, я вас прекрасно все понимаю, кому сейчас это все нужно проходить, как вам тяжело и как вам трудно на душе и вообще это очень тяжело все, особенно ведь это все касается пожилым людям. Мое мнение, кто нас смотрит постоянно, вы знаете, это делать было вообще, не надо было вообще, это не нужно. Вы все буквально, я думаю, что 99% все как платили налоги, так и платите до сих пор, многие приносили и приносите пользу государству. Зачем это было нужно сделать? И почему, и раз уж если коснулось этой темы, а где были все раньше наши правители? зачем издеваться? До свидания, друзья, до следующих видео. Всем спасибо. Спасибо.